МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструкция Сельмашевского путепровода близкая до финала. Самый чеканный объект Гомеля будуники обещают сдать до 7 листопада. Загадковая атмосфера в Осинской казке. Авторские ляльки экспонуются в Гомеле. А сейчас в этом и иншем больше подробно. Одразу в трех районах в области сегодня зацвержены новые старшины выполненных комитетов. Лельчицкий район означали у Сергея Дылюк. Керевником Речицкого райвы Конкама стал Сергей Довгалев. Лоевского – Олег Таргонский. Таким чином, на протягу двух опошних дзен мясцовая вертикаль обновилась у шастей районах Гобельской области. На прадку дня позачерговой сессии Лоевского районного совета депутатов усяго одно пытание – зацвержение на посаде старшины Выконавчего комитета. С 2014 года Олег Таргонский працавал на посаде старшины Октябрьского райсовета. Мая – две высшейшие адукации со специализацией «Английская мова» и «Экономика керованья народных исподаркой». После обранья Олега Таргонского на посаду керевника района старшиня Абылвы Конкамы Иван Крупко урушает ему посвечения и окресливая перспективы развития доверенной ему территории. Разом с депутатами и членами райвы Конкама У зале керевники усих лоевских предприемствов. А тому огученная задача, сяпер добра ведая, уся мясцовая вертыкаль. Чтобы уровень зарплаты по району был, сельское хозяйство не отставало. Будет отставать, естественно, там никто не будет работать. Сегодня наше предприятие по строиматериалам очень серьезно просело и не может набрать обороты. Поэтому гомельское предприятие строительных материалов берет в оперативное управление. Я думаю, те разработки по линии, которые будут выпускать утеплительные материалы и другие, дать серьезный толчок развития. Лоевский район нельга назвать лидером сирот инших администрационных одинок в области. Промысловость представлена комбинатом удавничьих материалов. Пешаные глебы не дозволяются отремливать высокие ураджаи у сельской господарцы. Але это не значит, что район можно лишить неперспективным. После завершения сессии керавник Лоевского райвы Конкама каже про первые кроки, які он зробить на новой посаде. Акценты в работе будут сделаны на тех задачах, которые были обозначены главой государства, а именно своевременно закончить сельскохозяйственные работы, уделить вниманию занятости населения, развитию малого, среднего предпринимательства, реализации инициатив, которые были определены главой государства. Это не менее одного инвестиционного проекта в районе должно быть реализовано до конца года. Новый керавник с сегодняшнего дня и в Рыщевском районе. Сергей Долгалев мая в опыт работы на керучих посадах. С 2016-го прасовал первым наместником страшыни Лоевского райвы Конкама. У 2020-м узначалю Октябрьский выканавчий комитет. Его кандидатуру депутаты затверждают одногалосно. Ця первая главная задача для Сергея Долгалева забеспечить стабильное функционирование реального сектора экономики. На практицах это значит, перш за все, стабилизацию работы аграрного сектора. В опошний час означается массовый отток кадров на промысловые предприемства. Як выник прасовных ресурсов, які застались у сельской мясовости, для эффективной работы Галины може не хапить. И еще одно актуальное для района питание – реализация инвестпроекта у промысловости. Самое важное – это эффективность производства. Из всех предприятий промышленных почти 50% уровень эффективности или рентабельности продаж ниже 5%, а 12 предприятий с убыточностью работают. У развития Райшинского района начинается новый этап. Коли отримается реализовать все запланованное, экономика региона и добробыт мясового насильства выйдут на больше высокий узровень. Сергей Долгалев-Перакананы. Планы реальные, але дотягнуть их можно только працуючи одной командой. С вашей стороны попрошу взаимопонимания, поддержки. Работая сообща, можно добиться результата. Один поле не воин. Поэтому удачно. Сюняш новый керавник Райшинского района принял удел у нараде, подчас яку и проанализовали ситуацию на мясовых предприемствах и выпрацывали шляхи по лепшению их экономичного стану. Александр Лукашенко так само подписал документ об изменении закона Республики Беларусь об основах державной молодежной политики. И он удокладняет подходы доказания подрымки молодежным громадским организациям шляхом выделения на конкурсной основе бюджетных сродков на реализацию молодежных инициатив. А кроме того, у якости меры по формированию здорового ладу життя замоцована заборона на реализацию неполнолетним электронных систем поления и ваткости для их. Закон так само поширает полномодство Министерства Адукации у сферы державной молодежной политики. Золотый резерв краины у 43 урача с Гомельской области уключены у банк даденных Адоранной и Талиновитой молоди Беларуси. Яны проявили себе в университете и протягивают займаться науковой дейностью. У протяг темы наступный сюжет. Студент лауреат конкурсу 100 идей для Беларуси урачный уролог. На рахунку Андрея Савостина с десяток напрацовок у разных на прамках медицины. Теперь он доследует хроничные болевые синдромы. Талиновитый медик распрацовал программу для диагностики, какую зараз укороняет у поликлиника Гомеля. Яна поскорит час приема пациента и одночасово да поможет снизить колькась пауторных зворотов. За это Андрей Савостин натрымал премию молодым навыковцам от гомельского Абл-Виканкама. Когда мы видим в поликлинике большие очереди, много людей, большая нагрузка, ковид, а еще приходит человек с болью, даже сложно перенастроить реакцию свою, сложно перенастроить ум именно в ту степь, а эта программа будет показывать доктору, на что обратить внимание, что лучше добавить этому пациенту. Андрей Савостин – один из шастей урачов Беларуси по редким разделе медицины с амнологии, яка выучая проблемы сну. У банк Дадзины Хадуриной итальиновитой молоди его прозвище отрапляло четыре разы. А кроме працы молодый доктор пишет диссертацию и выкладает у медуниверситете, мотивующий студентов своим прикладом. Владислав Волчак с медицинской династии из Калинковича. Выпускник минулого года сегодня працует хирургом у областным онкологичным диспансеры. Администрация установы пошла на сустрач молодому специалисту и дозволила на практице развивать его навуковые доследования у приватности по скринингу патологии на ранних стадиях. Мы делаем большое количество мероприятий для совершенствования скрининга онкозаболеваний. А это на секундочку четыре локализации. Это рак молочной железы, рак шейки матки, кодрактальный рак и рак простаты. То есть это колоссальное количество людей, которые ежемесячно, ежедневно проходят большое количество исследований. Дякуючи работе у Владислава Волчака, в этом году рак молочной залозы на первых стадиях знайшли у 42 жиха рак в области. Зараз у Владислава цикавится на керунках громадского здоровья и охова здоровья человека. Г этой теме будет присвечена его диссертация. Начинающий урач онколог так само входит в Молодежный совет при Министерстве оховы здоровья и марить модернизовать национальную скрининговую систему. Зауважают молодых таллинтов еще в университете. С первых курсов студентов запрашают в науковые гуртки, которые действуют на каждой кафедре медуниверситета. Сегодня студентская науковая супольность у Гомельской ВНУ объедула больше за 1700 человек. Кураторы допомагают делать первые кроки у навуцы. Ежегодно в мае месяце в стенах нашего университета проходит республиканская научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых ученых проблем и перспективы развития современной медицины. Лауреаты национального конкурса претендуют на попадание в специальный президентский фонд. Науковые достигнения треба подмассовывать доброй в учебе и громадской праце. Виктория Крюда при подтримце СТБ Зменение у сферы агроэкотуризма президент Беларуси подписал указ, який накерованы на урегулирование оказания послуг уладальниками объектов. Есть удокладнение и поведение уластной подсобной господарки и колькости предоставляемых послуг. Их объем повинен быть больше за две. Документ позволяет проводить майстер-классы, которые будут знакомить наведовольников с рамествами и национальными традициями региона. Установлена отказность для уладальников агросадиб за порушение грамадского аппарата, санитарно-эпидемиологического добробитого отпочивающих, выполнение природоохранных и супредпожарных потребований. Те, кто догадывает у Львову террористический бизнес, должны отримать новый дозвол на деятельность в рай альбу горвыконками. Уладальникам деятельных агроэкосадиб нужно отримать соответственные документы до 1 червя 2023 года. Готовность 90% реконструкции Сальмашевского путепровода близкая до финалу. Самый чеканный объект будовники обещают сдать до 7 листопада. Зараз у две змены тут идуть завершальные работы. Реконструкция путепровода началась все лето в Саковику. Першопочатково в планах было скончить працы до лютого 2023 года. Але будовники робят усе махчимое, как поскорить гэтый процесс. Причим акцент робится не только на худкость работ, але и на якость. Применялись ингибиторы, пропиток, чтобы останавливать коррозию и укрепить существующий бетон. Пропитки, которые проникают в бетон, сохраняют его свойства, не будут разрушаться, консервируют арматуру, что не будет ржаветь, минимум на 25 лет. Протяглость Сальмашевского путепровода крыху больше за пол километра. И он был побудован аж но в 1974 году. За час эксплуатации вельми зносился и потребовал экстра на гарамонту. В процессе селедней реконструкции заменили опорные частки. Это одна из самых дорогих позиций проекта. Этими днями на объекте працуют некальки бригад специалистов. Усяго заденчано больше за 50 человек. Иде укладка асфальтового покрытия, узвядение тротуарных часток, а так само оформляю конструкции. В Гомельском центральном парке появилось больше камер видеоназирания. Такие меры позволят худше изнаходить порушальников, которые гребут правилами поводинов на территории Палацево-паркового ансамбля. Селедний сезон показал, что таких выпадков меньше не становится. Гомельский парк – улюбенное место отпочинку городжан. Его называют «серцем города». Доступная для наведывальников территория площа у 45 гектаров. Палацево-парковый ансамбль включает у себя 4 оховные зоны и набережную раке. Майя – 12 у выходов. Это робит отпочинок для всех больше комфортным и в любой час. Головное – притрымливаться уведенных правилам наведывания громадского места. Не порушать звыклый парадок жития насельников парка, не шкодить природе. Однако недобросумленные грамадзяне гребут элементарной культурой поводинов. Есть, конечно, вопросы по соблюдению, потому что соблюдению правил, хочется, чтобы пребывание в нашем парке было комфортным для всех. Основные – это нарушения. Это выгул крупных собак, без намордника, без поводка, при этом за собаками не убирают люди. Это наша излюбленная тема – клумбы, когда для фотографии люди готовы не просто пройтись по газону, а лечь в цветы. Это тоже есть, существует проблема. И больше всего нареканий, обращений лично ко мне в виде звонков, приходов – это движение на огромной скорости велосипедистов. Со всех у выходов в парк размещены забороняющие рух велосипедистов дорожные знаки. Для клумбов стоять шильды, по газонах не ходить. Кранать и тем больше сбирать кветки так само забороняется. Но это не спиняя людей от порушений. Сейчас за парадком в Центральном парке сочат камеры видеоназирания. И они позволяют контролировать ситуацию и оперативно выявлять порушальников. Побывать в загадковой атмосфере соправдной восинской сказки «Махчима». Аутерские ляльки и мишки Тедди представлены в музее истории Гомеля. Кожный экспонат натхняет и показывает карпатливую працу мастака. В выставочной зале – чаровная атмосфера. Тут и роскошные дамы в пышных спадницах и миниатюрные истоты, которые выглядят за шалковых стужечек и прыгожих скрыночек. И величные звери. Творы 44-х аутеров – все ручной работы. На многие пошли месяцы карпатливой працы. Кожная лялька мает свою душу, свою историю. Безусловно, волшебная выставка. Это выставка, которая дарит сказку, которая помогает ощутить себя в неком параллельном, наверное, пространстве. Не просто интерьерные куклы. Это произведение искусства, которое достойно занять свое место в коллекциях людей, музеев. Проект «Кукла» истнует пять годов. Его уникальность в том, что каждый творца несет в свет сказку и добро. У нас целая команда. Я не одна делаю этот проект. У нас 10 человек работают над этим проектом. Каждый несет свои какие-то обязанности. Кто-то собирает авторов, кто-то работает над оформлением, кто-то пишет пресс-релизы. Убачить своими ватшима эксклюзивные ляльки можно до 30-го кастричника в Музее истории города Гомеля. Эти и другие новинки вы можете найти в нашем телеграм-канале, а так же на сайте в интернете по адресу www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Гомеле задержан наркокурьер. В одну из больниц города доставили 32-летнего мужчину, который вел себя странно. Анализы показали наличие в его организме двух видов психотропов. Сотрудники наркоконтроля установили, что подозреваемый работал оптовым курьером на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Ранее он арендовал частный дом в Гомеле, где фасовал их для дальнейшей продажи. В помещении нашли около 200 граммов альфа-ПВП, готовые закладки с психотропом, зип-пакеты, весы и изоленту. Возбуждено уголовное дело. ДТП с участием нескольких машин произошло в Светлогорском районе. На трассе недалеко от деревни Дражня столкнулись трактор, фура и микроавтобус. Трактор с прицепом двигался со стороны Паричей в направлении Бобруйска без включенных габаритов. Следом въехал грузовой МАН, который врезался в него, а позже фуру въехал микроавтобус Вольксваген. Через некоторое время неподалеку от места происшествия в Кювете оказался грузовик Ивека, который пытался объехать образовавшийся затор. В Будокошелево подросток провернул дерзкое ограбление, украл мопед со штрафстоянки. Все произошло нынешним летом. Ночью неизвестный перелез через забор, почистил на стоянке автомобиля, а также угнал мопед. Однако изобретательный молодой человек допустил прокол. Оставил на крышке багажника одного из автомобилей след от обуви. Он и помог раскрыть личность подозреваемого. Им оказался 15-летний парень. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Помог счастливый случай. На пожаре в Хойниках спасена женщина. Накануне на улице Колесника в горящей квартире обнаружили женщину. Спасатели ликвидировали пожар. Жительница не пострадала. От госпитализации отказалась. В результате сильно повреждено имущество. Вероятная причина возгорания нарушение правил эксплуатации электросетей и неосторожное обращение с огнем при курении. Житель Светлогорска принес в милицию пистолет марки «Парабеллум». Накануне 59-летний местный житель добровольно выдал пораженный коррозией и непригоден для использования пистолет времен Великой Отечественной войны. Мужчина пояснил, что несколько дней назад это оружие ему передала некая женщина с просьбой поместить в музей, смотрителем которого он является. По факту проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение в студии Никита Береснев. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» одержал крупную победу на выезде над Брестом в рамках экстралиги. В первых двух периодах подопечные Сергея Стася по разу поразили ворота соперника. А в заключительной 20-ти минутке «Рыси» полностью доминировали в игре, забросив еще пять шайб. Хэт-трик на свой счет записал российский нападающий «Гомеля» Андрей Феклистов. Также отличились Никита Жлоба, Евгений Хузеев, Игорь Ревенко и Дмитрий Колышкин. Обе команды остаются соседями по турнирной таблице. Имея в своем активе 14 очков, брестская дружина на седьмой строчке в турнирной таблице. Гомельчане на восьмой с 12 баллами. Следующий поединок команды проведут между собой завтра в 19.00. Баскетболисты Минска потерпели поражение в первом матче нового сезона Единой Лиги ВТБ. На площадке столичного «Фалькон Клаб» подопечные Ростислава Вергуна уступили гостям из пермского клуба «Парма Пари» с результатом 48-77. Хозяева в начале встречи много ошибались и в первой четверти сумели набрать всего 8 баллов. Большому перерыву минчане немного улучшили игру, но догнать соперников им не удалось. В итоге пермяки одержали уверенную победу с разницей в 29 очков. Свой следующий поединок чемпионы Беларуси проведут 8 октября против московского ЦСКА. В Сочи продолжаются международные летние игры паралимпийцев с участием белорусских атлетов. Во второй день соревнований были разыграны медали по легкой атлетике, плаванию, фехтованию, на колясках, а также по шахматам и шашкам среди спортсменов с нарушением зрения. В прыжках в высоту удача улыбнулась белорусу Дмитрию Барташевичу. Еще одно золото нашей команде принесла Анастасия Костючкова, победившая в фехтовании на саблях. Серебро в женском сабельном турнире досталось еще одной белорусской Кристине Феклистовой. Среди мужчин второе место занял Андрей Проневич. И, наконец, по итогам заплыва на 50 метров вольным стилем среди атлетов с физическими нарушениями серебряным призером стал наш земляк Егор Щелканов. Игры паралимпийцев продолжатся до 9 октября. Всего на соревнованиях разыгрывается 436 комплектов наград в 9 видах спорта. Легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, паратых вандо, фехтовании на колясках, футболе, шашках и шахматах. В столичном доме гандбола проходит открытый республиканский турнир на призы олимпийского чемпиона Юрия Шевцова среди юношей 2009-2010 годов рождения. В нем принимает участие 10 дружин из Белоруссии и России. В первый игровой день спортсмены из Гродно победили СК-2 с результатом 29-24. В еще одном противостоянии Краснодар одолел Слуцк 26-13. А команда Гомеля одержала уверенную победу над воспитанниками Республиканского центра Олимпийского резерва со счетом 33-19. Следующую игру наша команда проведет с соперниками из Тольятти, которые одержали в рамках турнира уже две победы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Никита Береснев. Оставайтесь на нашем канале.